Здравствуйте, дорогие друзья! Я Марина Бородина, там сейчас появится Наташа Гриценко, скрытая котовая. Нет, не появится, это и есть Наташа Гриценко. Ладно, здравствуйте! Мы хотели ответить на вопросы, как подготовиться к саморезиденции. Как известно, в августе мы проводим курс, посвященный личному проекту, где каждый участник может выполнять задуманные творческие планы. И мы сейчас расскажем, как мягко, не спешая, с большим удовольствием, подготовиться к этому курсу. Это даже не столько курс, сколько творческое приключение и такой выхлоп и возможность для реализации и воплощения в жизни всего, что накопилось у нас за долгую-долгую холодную половину года. Что вот все зрело-зрело и пора в августе, как и положено, пора этому созреть и в самом конце августа собрать планы. Как к нему подготовиться? Так как нам предстоит целый месяц плотного рисования, мы считаем категорически необходимой неделю тишины. На неделю нужно отвязаться от себя. А именно, перестать проедать себе голову тем, что «Ой, может быть, я рисую не то», «Ой, я рисую несерьезно», «Ой, я рисую мало», «Ой, я вообще не рисую». Нет, задача недели тишины – понять, чем же мне хочется заняться в ближайший месяц. А для этого нужно побольше наблюдать, побольше сидеть в тишине, безо всякого телефона и прочего, и слушать себя. Тут нужна поддерживающая обстановка. Что может помочь? Может помочь чтение книг, рассматривание альбомов, пролистывание инстаграмной ленты любимых художников, похода на выставки. Кому-то помогает это. Мы закладываем в Богу мысль, начинаем ее варить, и вот в этой вот среде мысль варится, что «Ой, мне бы хотелось что-то такое», или «Ой, это все какая-то ерунда, мне бы хотелось чего-то принципиально иного». А чего? Надо подумать. А кому-то помогают наблюдения, например, прогулки везде и поиски каких-то тем и сюжетов. Даже не столько активные поиски, сколько такое пассивное отмечание. Опа, а тут меня это заинтересовало, а тут это, а тут тени красивые. Может быть, фотографирование на телефон, что-то в таком ключе. Кого-то вдохновляют походы в магазин художественных товаров. Когда мы видим новые материалы и бумагу, руки чешутся попробовать это новенькое. Что-то такое. Вот Марину. Сразу видно, что вдохновляет Марину. Походы в магазин художественных материалов. И вот эта вот неделя тишины и в очень спокойной, комфортной для себя обстановке остановиться и прислушаться, чем же я хочу заняться в течение месяца, немножечко выпасть из вот этого трубтины. Неважно, есть ли у вас какая-то ежедневная рисовальная практика, или наоборот, у вас очень давно не было практики. Это очень полезная история. И параллельно с этим можно начинать решать практически бытовые вопросы, которые на самом деле могут стать препоной в реализации наших творческих замыслов. И если мы заранее проведем ревизию и решим какие-то проблемы, то это очень нам поможет во время самой резиденции сконцентрироваться только на творческих задачах. Марина, расскажите. Что есть эта ревизия? Такие серьезные слова, на самом деле, они тоже относятся к вопросу, как сделать так, чтобы мне было хорошо. Вот мы слушаем музыку, гуляем, наблюдаем, смотрим картинки, подумываем, а что бы нам понравилось и так далее. И помимо этого бросаем взгляд на место. А где я буду рисовать? Вот я хочу делать творческий проект. Может быть, как я могу к нему подступиться, еще не занимаясь творческим проектом. Ну, давайте взглянем на рабочий стол. Может быть, его надо сделать пошире. Может быть, наоборот, надо его сделать поуютнее. Может быть, стоит поменять картинки, висящие перед ним. Может быть, поточить карандаши, расставить их по порядку. Вас порадует. То есть, это вопрос такого гнезда творческого. Обозначение и обеспечение себе уютного, хорошего, приятного места. Может быть, вам придет в голову какие-то изменения, которые вас потом будут радовать. Это не значит, что нужно бросаться сейчас делать капитальный ремонт. Нет. Это значит, что надо просто взглянуть на это место. Вы там проведете целый месяц. Вам там должно быть удобно. Может, у вас там не хватает подстаканника, например. Или вы хотите с предыдущего своего проекта плакат водрузить на стену. Давно собираетесь, но еще не повесили. Повесьте. Пусть. Или если вы правша, можно переставить наконец-то лампу не справа, а слева, чтобы у вас был хорошо освещенный лист. Иногда мы зарастаем такими неудобными мелочами, привыкаем к ним, перестаем обращать на это внимание. А когда мы смотрим свежим взглядом, выясняется, что какие-то штуки можно сделать очень просто. Например, можно собрать разрозненные краски в один ящик. И каждый раз не вытаскивать по баночке, а просто одним движением снимать ящик с полки и все. Можно собрать все художественные материалы куда-то в одно место. Если они у меня распиханы по разным ящикам, возможно, я могу выделить для них одну полку. Может быть, просто ножку стула надо подкрутить, чтобы она не шаталась каждый раз. Или прикупить себе какие-нибудь новые тапочки, потому что ноги не нужны. То есть пронаблюдать и позаботиться о себе, о своем рабочем комфорте. Пробковая доска, пробковая доска, куда я буду приклеивать все этапы проекта и смотреть на них целиком. Каждого вдохновляет что-то свое. Главное не стремиться к какому-то идеальному месту, как из Пинтереста, потому что может оказаться, что ваше место сейчас очень далеко от этого идеала, и ты сразу расстраиваешься. Так, а, ну все пропало, все плохо. Все не так. Но тут важно сосредоточиться на каких-то маленьких, конкретных шагах, которые могут улучшить вашу жизнь прямо сейчас, и при этом не займут у вас много сил. При этом здесь очень важно знать, что именно удобно вам, и понимать, что вы можете себе это обеспечить. То есть, например, я прекрасно знаю, что, хотя очень правильно рисовать за столом, но когда я рисую на планшете, я рисую сидя на диване. И вот я не то, что не могу, я даже не собираюсь отказываться от этой привычки. Мне удобно. Я включаю музыку, сажусь на диван и с удовольствием долго рисую на планшете. Хотя все остальные работы я делаю за столом. Я про себя это знаю, и уж к саморезиденции я подготовлю себе диван, обложенный хорошей музыкой. По поводу идеала я еще хотела обратить внимание вот на что. Неделя подготовки к саморезиденции подразумевает, что вы вытряхиваете из головы условно все, что было в ней, и аккуратненько туда запускаете что-то новое или то, что вам всегда нравилось, даете себе возможность в тишине послушать свои желания. Но важный момент. Не ожидайте от себя, что как раз в этой неделе вы придумаете какой-то супер гениальный проект, который вот сразу прямо и на Нобелевскую премию или в Третьяковскую галерею. Тут надо помнить, что великим и классным, и особенным проект делает то, что вы в него вкладываете. И у вас будет целый месяц вложения в этот проект. И, возможно, он сильно поменяется. Не нужно пытаться на этой неделе сразу создать гениальную идею. Не надо. Нужно только услышать, в какую сторону вам интереснее было бы посмотреть. И все. Двинуться в какую сторону вообще. Проект и формулировки проекта – это чуть позже. Этого делать не нужно, зато нужно подготовить свои рабочие материалы. Потому что ничто так не отвлекает, как необходимость бежать докупать бумагу или искать какой-нибудь склеющий карандаш, который внезапно засох. Ты думал, что он у тебя был, а он засох. И полдня ты тратишь на покупку клеющего карандаша, и уже сил на рисование не остается. И перед самой резиденцией мы советуем посмотреть, в каком состоянии рабочий материал. И опять же перетряхнуть, раскопать своих завалов и шкафов перетрясти. Возможно, окажется, что что-то, о чем вы думали, что оно в порядке, засохло. Например, краски. Или чего-то, что вы думали, что у вас есть. Например, кисточка. Утащил ребенок или съел хомяк. А возможно, кажется наоборот, что у вас будет много-много материалов, которые вам когда-то подарили на Новый год, а вы о них забыли, а тут вы их раскопали. И ух ты, классно, не порисовать ли ими. Поэтому очень важно, на наш взгляд, провести ревизию и в материалах тоже. Посмотрите, прикинуть, что у меня есть, чего не хватает. И может быть, порадовать себя какой-нибудь новой мелочевкой, вроде нового хорошего франдаша. И очень полезно посмотреть на чужие картинки и на свои картинки, но в режиме легкого любопытства. Просто посмотреть. Посмотреть, что есть, посмотреть, что бывает. Глядишь, шевельнется какой-нибудь интерес. Устраивайте себе неделю тишины. И желаем приятнейшего времяпрепровождения. И до встречи на саморезиденции. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok